Сетвертый вопрос от Ольги. На одном аккаунте видела дождевик. Хочу спросить у Галины Леонидовны, почему мне не нравится, как сидит. И фото ниже. Очень хороший вопрос. Давайте изучим это фото. Дождевик вот такой вот мужской, и мужчина у нас с животиком. Внешний вид спереди вроде бы как ничего. Дальше смотрим. Посмотрите на внешний вид сбоку. У нас есть животик. Посмотрите, как на животик сдернулся вот этот наш передняя часть. Помните, я вам говорила, когда есть у нас животик, мы должны следить за тем, чтобы линия низа была всегда параллельна линии пола. То есть надо опустить вот этот вот дождевик вниз. То есть для того, чтобы опустить низ, вот здесь очень хорошо видно, как провисли у нас боковые швы. То есть нам нужно боковой шов спереди поднять вверх. Отсюда родится талиевая выточка на живот. Правильно? Кстати говоря, обратите внимание, ну давайте только с полочкой сначала разберемся. Появилась талиевая выточка вот так вот на живот. Куда ее можно было бы сделать? Можно было бы сделать какую-то кокетку, какой-то подрез, кусочек отрезной талии в этом месте, из-под него заложить какие-то карманы. То есть обыграть можно было. Сделать вот этот вот горизонтальный срез, разрез на полочке и туда завести кусочек и туда спрятать вот эту выточку на живот. В данном случае выточка на живот буквально 3-4 сантиметра, насколько я могу это почувствовать. Потому что линия бока провисает, видите, заломы и видите заломы. Вот это что касается полочки, что касается спинки. Вот такие заломы в области спинки говорят о том, что опять боковой шов низко. Низко также и пройма. Эту пройму хочется поднять повыше. Что значит поднять повыше вместе с боковым швом? Это значит сделать выточку в области проймы на лопатке. То есть полностью отсутствует выточка на лопатке. Если вы бы здесь заложили выточку, у вас бы поднялся вот этот бок, все развернулось бы и развернулся бы, не оттопыривалось бы в эту спинку. Потому что плоский абсолютно крой, это дождевик, все расширили по бокам, и никто не побеспокоился о том, чтобы сформировать объем. Такие фигуры, когда есть полный человек, у него все равно будет выступ, и лопаток будет выступ на спине, и животик всегда будет. Нужно обеспечивать базовую конструкцию обязательно выточками. Только эти выточки помогают сделать посадку безупречной, такой, чтобы она нам нравилась. Но так как это дождевик, никто особо, так сказать, и не заморачивается этой посадкой, что совсем не важно. Видите, вот они какие, косые заломы, как провисает все-таки, и вздергивается вот эта спинка. Спинка тоже вздергивается, потому что она упирается вот в эту выпуклость, а на ткани ее нет. На ткани совершенно плоский крой, как будто у нас фигура не имеет каких-то поперечных размеров. Понимаете, вот в этом вот идет деформация. То есть еще и еще раз, пожалуйста, читайте свое тело, видите, умейте его видеть, и умейте все выпуклости отражать на ваших выкройках. Тем более это важно для таких жестких тканей, как плащевая ткань. Продолжение следует... Продолжение следует...